Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, друзья, биткоин неплохо у нас с вами отскочил, после вот этого откупа, который мы видели с вами по ТРДРу и сигналили о нем у нас в Телеграме. Так что всех поздравляю, кто взял этот Long Bounce Trade. Мы уже вышли выше вот этой верхней границы канала, где у нас сидел продавец нисходящий. Так что сейчас в моменте все выглядит вполне себе круто. Тем более после слов Джерома Пауэлла, который вышел и сказал примерно следующее. Переводить нужно или нет? Я думаю и так все-все поняли. Вот, а вообще Бенджамин Коуэн еще отмечает интересный факт, что уже прошло почти 500 дней с момента последней коррекции эфира на 30%. Посмотрите, такого никогда еще не было. Такого долгого, без 30% отката движения, чтобы это не было роста или флета, не было вообще никогда. Вот видите, у нас всегда, если не было 30% падения, то потом бац, и оно было, бац, и оно было. И оно всегда происходило. То есть сейчас, по идее-то, и откат по эфиру можно ожидать. Тем более, что эфир BTC в моменте вроде падает. Но давайте перейдем на графики, посмотрим. Итак, биткоин в итоге, что мы видим с вами на недельном таймфрейме? Вообще даже не собирался падать. Все, зеленые свечи хайка наши, ребята, о том, о чем я вам и говорю, они лучше показывают тренд. Посмотрите, обычные свечи, если мы включим. Тут уже красная, но, извините меня, и тут тоже была красная. И тут были красные, и везде были красные. И вас уже сто раз вынесли бы из лонга и из шорта. А на хайка наши, вот здесь переключаете свечи, вы будете видеть настоящий тренд. Настоящий тренд без шума. Вот он сейчас идет. Но, конечно же, позже вы увидите красный, уже когда мы падать начнем. Это тоже надо понимать. И цена на них чуть-чуть не точная. Но они работают немного усредняя. У них в каждой свечке используется информация из предыдущей свечки. Тем не менее, они лучше держат тренд, в плане держат цвет и показывают тренд. Смотрите, что я хочу сказать. Все еще очень сильно разумно ожидать какой-нибудь нормальной коррекции. Давайте посмотрим Cypher бесплатный, который VMC. Cypher B. Многие спрашивают, как включить MarketCypher. Вот бесплатный MarketCypher. У меня ссылка есть и на платный внизу, но он практически ничем не отличается. Вот он MarketCypher B. И вот он Cypher B Divergence. Видите, с дивергенцами. Cypher B даже лучше на самом деле, потому что он дает иногда желтые точки на младших таймфреймах. Я имею в виду VMC бесплатный. Так что CryptoFace, конечно, хороший мужик, но мы его ждем на интервью, чтобы спросить, почему на настоящем Cypher нет желтых точек. Но помните, ребята, что индикатор MarketCypher заточен исключительно под свечи HiKanashi, которые я только что вам показал, где вырубаются. На обычных свечах он некорректно работает. Помните это? На 4-х часах таймфрейме что мы видим? Мы видим попытку сломать локальный даунтренд. То есть у нас на 4-х часах мы уже с вами упали на 17-18%, скорректировались. И вот здесь, как вы видите, мы не могли пробить сетку как сопротивление. Но вот сейчас прямо мы ее в моменте пробиваем. И потенциально, если мы сейчас от нее не отвалимся дальше вниз, то мы можем закрепиться над ней и развернуть это движение дальше наверх. Чего я, собственно, думаю, что многие сейчас и ожидают. Поэтому не факт, что это произойдет так быстро, как многие ожидают. Тем не менее, вот мы локальную нисходящую трендовую пробили. Зеленая точка. Но все еще красный манифлоу. 4 часа все еще нам надо успеть доказать силу тренда. Но на часовике, смотрите, уже скорее наоборот. Красный манифлоу уже подходит к концу. Тем не менее, все равно он еще есть. И это все-таки даунтренд. Посмотрите, как точно манифлоу на сайфере показывал смену тренда. Вот, это часовик, да? Ну что, откат какой-то к сеточке риббон небольшой. И погнали дальше. Я думаю, для тех, кто смотрит это прямо в моменте. Отскочили мы тоже неплохо. Извините, у меня 60 на 60 с чем-то. Сейчас, если начнется коррекция, о чем пока рано говорить. Ну вот, ну где-нибудь на 0,5 уровне по 64-65 можно и ловить. Но может и не начаться. Сейчас могут просто нарисовать To The Moon, All In, если на шортах. Прикиньте, сколько народу сейчас тут шортануло. Когда мы сломали структуру вот здесь. Сколько народу сейчас шортануло. Поэтому аккуратнее с шортами. Ставьте стопы, ставьте тейки. Ставьте лайки обязательно этому видео, если вы тоже интересуетесь криптой. И да, помогайте продвигать ее вместе в массы, ребятушки. Вот, а также большое вам спасибо. У нас уже с вами 100 тысяч подписчиков. Даже 102 уже почти. 101, 101, 200. Так что давайте, нажимайте тоже на эту кнопку, чтобы быть в курсе всех событий. Значит, что еще у нас происходит? В телеге у нас самое интересное все происходит. Проверьте, подписаны ли вы к нам в телеграмчик. Там вот я поччу свои сделки. Как раз последние скрины с дипкоина. Да, давайте я вам тоже покажу. Давайте я вам по этому покажу, что у меня происходит по сделкам. На дипкоине у меня в USDT марже все еще состязание. Кто помнит, мы это соревнуемся. У меня был изначальный депозит 1000 USDT. Сейчас уже 3600. Вот снова все стрельнуло, снова я внизу догрузился. Вот чем хорош плавный разгрузон, плавный догрузон. То есть для тех, кто торгует и смотрит меня, вы в курсе. Я потихоньку-потихоньку все падение откупал. И вот набрал позицию неплохую в четвертом эффекте флеверидж. Кто спрашивал, вот оно, пятое плечо на самом деле, четвертое даже. Потому что, потому что, потому что. Вот, и можно что сделать? Можно скинуть часть. Вот я так и торгую. У меня 25 биткоин кэшей позиция. Я могу скинуть 5, забрать 200 баксов. Все, скинул. Вот так я торгую, друзья. А вы как торгуете? Напишите вы, скальпер, интродейер, среднесрокер, кто вы? И торгуете ли вы вообще на бирже? 50 линков можно тоже забрать. Прямо по рынку. 43 бакса снять. Просто это вот спекулятивный объем. Срезаешь пену, ты же не знаешь, что дальше пойдет. Потому что он вниз пойдет. Ты хоть сколько-то забрал, правильно? Потом опять догрузил. Вот, но часть позиции, соответственно, не вынимаю. И то же самое здесь на другой вкладке в инверсе. Чем хороша биржа дипкоин, здесь есть инверсные контракты. И вон мы видим, что биттреш полетел. Вы не забывайте, что у биткоин кэша тоже же халвин, как у битиси. Поэтому он может, будьте здрасте, вырасти. Но может и не вырасти, как лайткоин это сделал. Поэтому, не знаю. Я жду, что и лайткоин, и биткоин кэш вырастут вообще в разы. И вот у меня по НЛ по этой сделке уже 4,5 биткоин кэша. Он подрос вообще в фигню. Позиция 30 биткоин кэшей. Ну вот тут тоже надо 5 биткоин кэшей закрывать. И забирать профит 0,75 биткоин кэша. Вот это, ребята, это я называю трейдинг. Это я называю трейдинг, потому что вы всегда по чуть-чуть должны... Вот, чейнлинка тоже можно забрать. Сколько-нибудь. Вот, 13 монет. Ну или ладно, пока можно забрать 3 монеты. Мне кажется, он еще пойдет скоро. Вот, вот, всегда потихонечку разгружайтесь, догружайтесь обязательно. Иначе смысла торговать нет. На байбите то же самое. На байбите... Сейчас покажу вам, что. А иначе будет вот так вот с вами, как с этой дамочкой. Смотрите, маркетмейкер. Хопа. Отбирать сумку. И нет, нифига, хорошая вообще, да? Опа. Такая, конечно, постанова. Вот, поэтому, да, нужно быть вот умнее. На рынке нужно по-любому быть умнее и забирать все. Короче, подписывайтесь к нам в Телегу обязательно. Поэтому, да, на байбите я то же самое сделал. Вот. Аудиодэш я пока буду стоять вообще даже не трогать. По эфиру у меня там уже маржи практически нету. Лайткоин. Вот, добрать надо до 10 тысяч контрактов и успокоиться. Да, что он мне сейчас добрать? Прямо по любой цене, по локальной, пофигу. Тысячу двести... Девяносто шесть контрактов мне надо взять, чтобы стало 10 тысяч. Я люблю круглые числа. Все, стало 10 тысяч контрактов. 125 лайткоинов. Цена входа 80. Рыночная 85. 84,5. И ликвидация 76. Нормик. Нормик. Все, стоим по лайту. Цели... Я не знаю, первые цели какие. 120, 200 баксов. Ну вот, если 120, я заработаю 40 лайткоинов. Если 200 баксов, то я заработаю 80 лайткоинов почти. Но в инверсе, чем дальше вы идете, тем меньше прибыль. 390 лайткоинов, видите? 600 баксов. 107 всего. То есть, все меньше и меньше. В лайткоинах он же будет дорожать. То есть, вы в долларах будете так же зарабатывать, а в лайткоинах все меньше и меньше. Это тоже надо понимать, когда торгуете в инверсе. Короче, не забываем, что бычий рынок, мы только в начале экспоненты. Вот здесь вот я вам напоминаю, что мы вот здесь. И нас еще ждет вот это все, скорее всего. С учетом ETF-ов, с учетом количественных смягчений, с учетом всего этого безумия, которое происходит. Вот, в логарифме это выглядит не так уж и безумно. Просто подняться вот сюда. Так что, друзья, готовьтесь к настоящей ракете. Она еще даже не начиналась. Сейчас вытрясут всех хомяков. Может быть, еще чуть-чуть подампят. Но судя вообще, потому что мы пробились из нисходящего канала, я думаю, что это можно считать трендовой. Помните, мы говорили, что кольнем в трендовую? Вот мы в нее и кольнули в очередной раз. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так что, походу, лонг, чуваки. To the moon. Но будьте осторожны, бдительны. Скоро халвинг. 30 дней до халвинга. Могут устраивать качели и вверх, и вниз, и в хвост, и в гриву, как говорится. Так что, берегите свои депозиты. Вот, опять же, что было перед халвингами. Хорошие, смотрите. Stock money, lizards. Минус 50% было перед первым халвингом. Минус 30% перед вторым. Минус 60% перед третьим. Но это был ковид-крэш, черный лебедь. И перед четвертым халвингом неизвестно сколько. Вот пока минус 20 дали. Или сколько дали? Сколько нам дали, коррекционыч? Пока, да, даже минус 20. Ну вот, как бы, может быть, это и все. Друзья, напишите в комментариях свой вариант. Все это или не все. Или пойдем еще ниже. И мы из этого сделаем какие-то выводы в следующем видео. Вот. А у меня на этом точно теперь все. Спасибо, что смотрите. С вами был журнал Crypto Commons. Все, пока-пока. Всем профитролей. И помните, что лучшие партнерские ссылки где? У нас в описании, ребята. У нас в описании. P2P обменники. Apex Dex. Вы торговали на Apex Dex? Это децентрализованная биржа от Bybit. Просто закачаешься. Так что, что, надо стоять, на самом деле. Надо стоять, не дергаться. Это самое сложное в нашем деле. Ничего не делать. Просто ждать. Не торговать. Альткоин сезон еще даже не начинался. Самый настоящий. Вот эта глобальная W стрельнет в году в 24-25 только еще. И вот где будут мультииксы зарытые просто буквально, ребята, на дороге валяющимися. Ну нет, не валяющимися, конечно, а зарытые именно так, что надо еще найти и откопать. Так что, ребятушки, всем профитролей. Удачи в торговле. А, мантра, да, ООМ. Видели, как полетел? Пипец. Поздравляю всех, кто покупал ее с нами. Мы покупали ее еще миллион лет назад на Binance, когда ее залистили. И стейкали потом полтора года. Ну, я, по крайней мере, это все делал. И говорил, что делаю. И писал об этом в телеге. Так что, добавляйте. Так вот, мантра улетела, чуваки, на... Извиняюсь, на сотню уксов где-то. Я побежал искать свою приватку. У меня стесит фраза еще от кошелька с мантрой. Офигеть. Ну, вон, на 5000%. 50 иксов. В принципе, это для нее не предел. Если мы сейчас, как бы, говорим об ичем рынке, то тут, скорее, вот такая вот история. Тут, скорее, вот такая вот история с FIBA замечается. И поход куда-нибудь на 1.68, на полтора доллара, возможно, на 1.4, 1.3 доллара, куда-нибудь туда. Но, смотрите сами. Я бы уже разгрузил большую часть профита, если есть, потому что, ну, это очень круто. И я к тому, что, ребят, это я не к тому, что мантра. Эх, сейчас вы скажете, а что же ты раньше не сказал, мы не купили? Я говорил, вы просто не слушали, еще вас не было. Но дело не в этом, кто что говорил. Дело в том, что вот здесь же сейчас валяются все остальные. Та же каста, тот же Dash, тот же Dot по большому счету. Тот же там, кто у вас еще? Ну, вот здесь он, понимаете, может быть. Но вот этого еще не было. Так что ждите шорт-сквизов, всем тузамуна в хату. И профитроли, конечно же. Апекс Декс тоже зацените. Децентрализованная биржа от Bybit. Супер похожая на Bybit. Только с MetaMask прям торгуете всем вот этим вот дерьмом с минимальной комиссией. Ну и Дипкоин, который я вам показывал в начале, тоже зарегистрируйтесь обязательно на нем. Потому что там у нас часто проходят соревнования, потому что там не требуют KYC. И вообще нет геморроя с ограниченными территориями и так далее. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...